3-Bet Ukraine. Премиум-спонсор национальной сборной с футболом. Разом сильнейшее. Хотел бы вам показать 14 секунд, где Путин буквально за несколько дней говорит одно, а потом кардинально другое. Давайте послушаем. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Игорь, скажите мне, пожалуйста, я понимаю, что вранье, альтернативная история, это все очень хорошо умеет делать Путин. Но вот в несколько дней, несколько секунд он говорит совсем разные вещи. Он уже сам не соображает, он уже не вспоминает, что он говорит. Или как это можно объяснить? Вы знаете, вот эта гипотеза, которая не гипотеза, а вот эта версия, которую он с самых первых минут выдвинул, что это украинский след, она настолько абсурдна, настолько нелепа, что он все время забывает. Ну, слушайте, можно же понять, понимаете, когда вы рисуете что-то хоть как-то правдоподобное, значит, там, ну, я не знаю, там, какая-то версия, которая, ну, может в голове помещаться. Вот версия с украинским следом, она нелепа, потому что, ну, и действительно, таджики, которых они поймали, там, поотрывали им уши, выдавили глаза, значит, в результате там рассказали, что они прорывались в Украину. Ну, в любом случае, вот, держать в голове одновременно вот этих вот таджиков, и что это вот украинский след, это невозможно. Настолько абсурдна, настолько нелепа версия, что все время прорывается, ну, все-таки что-то более правдоподобное. Тем более, что ИГИЛ с самого начала взял на себя ответственность за это. Еще более абсурдное заявление, что у ИГИЛовцев не было мотивов, и что исламисты, радикальные исламисты не могут совершать теракты в России. Хотя полно этих терактов было, и, ну, буквально на протяжении путинского, так сказать, владычества было и Дубровка, был и Беслан, и кто это, как не радикальные исламисты. То есть, на самом деле, это, конечно, полный абсурд, то, что он говорит, и, конечно, в этом абсурде последовательно находиться довольно сложно. Поэтому периодически он все-таки прорывается какой-то элемент правды. Так что, ну, на самом деле, не знаю, Путин же никогда не был действительно разведчиком. Он был, у него навыков разведчика, человека, который под прикрытием, его не было. Он сидел в этом самом Дрездене заведующим клубом. Это, ну, вербовкой он владеет, это безусловно. А так, чтобы вот действительно жить какой-то двойной жизнью и постоянно держать в голове легенду, которую надо реализовывать. У него этих навыков нет, как выяснилось. И вот сейчас вот он постоянно, что называется, прокалывается. Да, Игорь, перед тем, как начать с вами разговор, я вспоминал о том, что очень много техники теряет Путин на фронте. Это особенно и в районе Авдеевки, это в районе Бахмута. У меня такое впечатление, что он куда-то спешит, что вот у него есть какой-то дедлайн. Можем ли мы привязывать эти события к тому, что там может инаугурация его, или 9 мая, или что-то еще. Потому что вот какое-то окно возможностей, потому что вот именно сейчас эта активность, вот как-то сложно ее понять. Я, откровенно говоря, не думаю, что здесь есть какой-то график, в который Путин пытается уложиться. Но просто надо демонстрировать какие-то успехи, что что-то надо выдавливать из сегодняшней ситуации. Потому что линия фронта стоит вот уже практически чуть ли не год. И что-то надо делать. Потому что на самом деле тут трудно сказать, на кого работает время. Чиненные Путина пытаются каким-то образом сдвинуть ситуацию. Потому что все это на самом деле не на руку Путина. Вот это вот затяжная война, когда идет соревнование ресурсов, и ресурсов, безусловно, больше у союзников Путина. То есть Путин проигрывает затяжную войну, это более-менее очевидно. Так что пытаются выжить из этой ситуации все, что можно. Да, Игорь, и, конечно, хотел бы вспомнить то, что сейчас в Оренбургской области происходит. Да, дамбу прорвало. Путин собирает спецкомиссию. Должны все помочь, всех эвакуировать. Но на деле вовсе не так. Много есть видео, и мы показывали тоже в эфире, о том, что просто-таки люди выходят, говорят, Путин, помоги. Там собирает глава Оренбурга журналистов и местных на какое-то собрание. И даже говорит, давайте, не включайте телефоны. Ну а МЧС вообще говорит, мы уже предупреждали, нужно было убегать. Вот вам не кажется это вот... Во-первых, мне очень удивительно, что нет украинского следа в этой дамбе. А во-вторых, вот это как раз показывает то, что воевать Путин молодец, бросать авиабомбы молодец, артиллерия в Украине сколько хотите. А вот банально затопило, а вот мы ничего не можем сделать. Нет, ну начнем с того, что все еще впереди. И там же выяснилась основная причина, как вот как раз создатель этой дамбы, он же сообщил, что дамбу съели мыши. И Следственный комитет работает, сейчас я думаю, что разберутся с этими мышами, разъяснят их, допросят как следует с пристрастием, выяснят, что это мыши, посланные генералом Будановым, найдут фотографии у них в норках, так сказать, украинских военных. Ну все как обычно. Как в результате допросов с пристрастием, вот у этих таджиков обнаружились фотографии украинских военных в телефонах. Так что все еще впереди. Ну а если серьезно, то причина же потрясающая. На самом деле история вот этих вот паводков, история наводнений, она показывает, что вода поднимается на 12 метров. То есть, ну вот в пределе на 12 метров, были случаи, когда на 9. А дамбу построили высотой 5,5 метров. Ну понимаете, вот что это такое, как это можно. Причем, как выяснилось, еще проверка установила, что половина денег из этого миллиарда, который был потрачен на эту дамбу, было разворовано. Ну то есть это обычное российское головотяпство. Ну что нужно иметь в голове, когда ты знаешь историю паводков и знаешь, что бывает высота поднимается на 12 метров, и ты строишь дамбу высотой 5,5 метров. Вот что нужно иметь в голове. Да еще и половину средств на это сооружение разворовывается. Но это одна страна вопроса. Плюс еще на это нам все наложилась война, которая поделила экономику России на две части. Военная часть, это любимая, которая защищена и на которой тратятся безумные деньги. Ну и гражданская часть, на которую вообще сейчас на всем наплевать. И то, что сейчас произошло, действительно, когда ведь не только Оренбургская область, тут и Тюмень, тут и Самарская область, да еще это все эти воды, поднявшиеся, хлынули еще в Казахстан. Там тоже, так сказать, чрезвычайная ситуация. Там уже 7 тысяч человек эвакуировано в Казахстане. Так что бед натворили, конечно, очень много. А результат это обычное российское головотяпство, плюс коррупция, плюс война. Вот три слагаемых вот этого бедствия. Да, Игорь, хотел еще вспомнить, даже не так, показать, что местное население в Орске думает о наводнении. Давайте послушаем. Те же кровати и так далее. Зачем люди должны за свой счет, у которых жилья не осталось, выделять на подушке? И воду в ротах. И все молчат, и воды, воды нет получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединили, провод, путепровод воды, а до нас нет. Что, Крымам надо отсоединиться? Речку отсоединим сейчас. Всем помогаем, кроме себя. Игорь Александрович, хотел бы я выделить здесь вот вспоминания этого молодого человека о Крыме. Вот мы прекрасно знаем, что много россиян сейчас пытаются завлечь на оккупированное время на территории, предлагают большие им зарплаты. Вам не кажется, что чем раз, тем больше будет вот Крым и оккупированной территории, пять областей наших, будут как-то протыкать Путин? Вот говорите, вот ты такой молодец, вот а что с нами? Вот к чему я веду, что в его голове присоединение наших территорий, это как подвиг, как хорошее действие, а вот для населения это будет как раз как аргумент, как говорить Путину, а что ты наделал? Ну, пока еще я не думаю, что это какое-то массовое явление, потому что вот у меня все-таки ощущение такое, что пока еще население не ощущает вот этого катастрофических последствий вот этой имперской политики в целом и конкретно начала большой катастрофической войны. Пока еще этого нет, понимаете, пока еще, ну вот беда, вот беда пришла. А это действительно беда, люди лишились домов, они, что называется, оказались в ситуации, в которой миллионы украинцев оказываются, оказались, ну, прежде всего, с момента начала большой войны. То есть вот сейчас жители Белгородской области оказались в какой-то степени в ситуации, в которой оказались очень многие украинцы. И до них начало что-то доходить. Но для подавляющего большинства россиян этой беды нет. Они пока не чувствуют эту войну. И хотя, ну, вот сейчас известно, что война, в общем-то, ну, более-менее пришла на Белгородскую землю, на Белгородскую область. Что-то почувствовали, ну, не то, что война, но, по крайней мере, какие-то беды почувствовали жители Оренбургской области. Но основная масса россиян пока войну на себе не почувствовала. И поэтому я не думаю, что массовые настроения, вот те, о которых вы говорите, они будут вот сейчас распространяться. Пока нет. Пока времени пришло. Придет обязательно. Придет, когда оккупанты начнут нести тяжелое, терпеть тяжелое поражение. И прежде всего, я думаю, что какое-то понимание, что вот этот вот узурпатор завел страну бог знает куда, оно придет, я думаю, что после деоккупации Крыма. Вот у меня такое предчувствие, что вот именно до оккупации Крыма станет, сломает, вот именно сломает общественное сознание россиян, они начнут понимать, что царь не настоящий, а силовики начнут понимать, что вообще-то войску пора бунтовать. Игорь Александрович, если говорить об Харькове и о том, что в последние дни очень серьезно его обстреливают оккупированная армия оккупантов, это от шахедов до артиллерии, авиации. Как вы считаете, какова цель? Потому что если слушать Роспропаганду, они говорят, что вот Харьков – это очень важный город для Украины, потому нужно его уничтожать. Это не в Скобеево, кого-то другого в эфире говорили. А вот, или Путин хочет сделать вот так называемую серую зону, о которой они говорили, там 30 километров, чтобы обезопасить Белгород и другие области. Какая цель, как вы считаете? Ну, вообще, на самом деле, цели нескольких. Харьков действительно очень важный город, очень важный. И цель, ну, конечно, идеальный вариант для оккупантов было Харьков взять. То есть, оккупировать. Но эта цель недостижима. То есть, ну, любой анализ, любой военный эксперт, все военные эксперты сходятся, что у Путина сейчас нет ресурсов, их просто нет для того, чтобы оккупировать Харьков. Но раз нельзя оккупировать, значит, надо его просто стереть с лица земли. И, ну, эта цель, она, ну, теоретически, по крайней мере, достижима. Значит, цель следующая, первая, это действительно посеять, ну, что называется, сломать волю украинцев. Об этом в прямую говорилось в программе у Норкина на НТВ. Вот именно сломать через колено волю украинцев. Это первая цель. Потому что Харьков – это огромный город, один из, ну, самый большой русскоязычный город, скорее всего, самый большой в Украине. Вот, и эта задача – сломать именно в общественном сознании вот такую волю украинского народа. Понятно, что эта цель недостижима. И, кстати говоря, показывает это то, что, несмотря на то, что Харьков лишился, по сути дела, разрушена энергетика, разрушено теплоснабжение, но, тем не менее, никакого бегства из Харькова нет. То есть, Харьковчане остаются на месте, то есть, никуда они не деваются. И это то, что очень сильно нарушает планы. Вот первые планы морального подавления Харьковчан. Второе – это Харьков – это серьезный промышленный центр, один из самых, ну, по сути дела, главных промышленных центров Украины. И там, в Харькове, есть очень серьезное военное производство. Это танкостроение, другие центры, там, ядерной индустрии, то есть и так далее. То есть, на самом деле, это серьезный стратегический центр. И, конечно, в данном случае, вот эти разрушения имеют в качестве прицела и военные цели, то есть разрушение объектов военной индустрии, что, безусловно, важно. Ну и, наконец, еще одна цель разрушения Харькова – это добиться большого количества беженцев. В Харькове миллион триста тысяч жителей. Ну, я не знаю сейчас точно, сколько осталось, но, в большом случае, за миллион точно. И расчет на то, чтобы вот этими разрушениями создать гуманитарную катастрофу, которая приведет к появлению, ну, как минимум, миллиона беженцев. Понятно, что украинское государство, в данном случае, получив миллион беженцев на своей территории, и так, в общем-то, в Украине достаточное количество беженцев, людей, которые релацируются, эвакуируются, выезжают за границу или внутри страны становятся, так сказать, перемещенными, релацированными людьми. Ну, а если добавится еще миллион из Харькова, то это будет тяжелое испытание на бюджет украинский, вообще на украинскую экономику, на украинскую социальную сферу. Расчет именно на это, нанести максимальный ущерб. Но здесь я должен сказать, что вот Харьковчане неожиданно совершенно разрушили план. Они не побежали. Они не побежали, нет никакой паники. Люди помогают друг другу, так сказать, нету электричества, создают центральную, так сказать, разрушенные энергосети, запасаются генераторами, ну, короче говоря, в данном случае проявлено, Украина проявила то, что у нее было всегда сильной стороной. Это то, что в Украине общество всегда было гораздо сильнее государства. И вот удары по Харькову, они показали, что взаимовыручка, такой спокойный, ироничный взгляд на мир. Это все ломает планы. То есть фактически можно сказать, что те вот четыре цели, о которых я сказал, они не достигнуты. Игорь Александрович, если говорить о Китае, да, потому что вот Лаврова был с визитом, встречался с МИД Китая в Ан-И, после этого сказал в Ан-И, что в стратегическом плане они будут наращивать сотрудничество с Россией. Ну и также сказал, что они за то, чтобы огонь прекратился в этой войне. И мы знаем также, что кастер Германии Шольц тоже летит к Си Цзиньпиню, будет встречаться. Насколько сейчас серьезно Китай играет роль в этой войне? И может ли он сыграть какую-то ключевую вещь в этой войне России против Украины? Ну, это два разных вопроса. На первый вопрос, ну, я свою точку зрения выскажу. Китай, безусловно, играет огромную сейчас роль в экономике России. То есть произошло такое Китая замещение. То есть Россия потеряла рынок европейский, в значительной степени американский. И во многом китайский рынок заместил. Ну, например, самый характерный пример – это автомобильный рынок. Здесь исчезли по понятным причинам немецкие, американские бренды, ну, вообще в целом европейские. И российский автомобильный рынок заполонила китайская продукция. Китайские автомобили, они сейчас занимают первые места по продажам. Ну, то есть, на самом деле, вот это, ну, это вот наглядный пример, как, какую роль Китай играет в экономике России. Китайские товары в основном сейчас выполняют те функции, которые раньше выполняли европейские. Значит, Китай вместе с Индией занимает очень ключевую сейчас роль, основное место в продаже энергоносителей, то есть нефти и газа. Поэтому роль, конечно, Китая огромна. Но здесь вопросов нет. Но сказать, что Китай может сыграть решающую роль в этой войне, вот здесь я не очень понимаю, каким образом. Си Цзиньпинь пытается, значит, выступать в роли миротворца. Никаких, никаких абсолютно шансов выступить, чтобы он успешно сыграл эту роль, не существует. Потому что любая попытка усадить, значит, Россию и Украину за стол переговоров упирается в диаметральную противоположность интересам. У них нет точки компромисса. Поскольку Россия ставит свою задачу уничтожить Украину, а Украина почему-то не хочет быть уничтоженной. И найти точку компромисса здесь просто невозможно. Поэтому я думаю, что влияние у Китая огромное. Но какую-то ключевую роль в окончании этой войны Китай, на мой взгляд, сыграть просто не может. Потому что он ориентирован не на помощь Украине, он ориентирован на мирные переговоры. А это абсолютный тупик, это абсолютная фейковая история, которая в обозримый, по крайней мере, период не имеет никаких шансов на реализацию. Игорь Александрович, также хотел бы вспомнить Кадырова и Чечню. Потому что так называемый министр культуры Чечни Муса Дадаев приказал ограничить темпы разрешенных в оккупированной РФ Ичкерии музыкальных произведений. Инициатором, конечно же, был Рамзан Кадыров. Но что интересно, это уже подсчитали и изъяснили, что уровень должен быть ударов в минуту от 80 до 116. И вот нечаянно этот запрет попадает в ГИН РФ. Вот, я не верю в то, что это какие-то продумки Кадырова. Я вот только не могу понять, как можно решать такие вот вопросы и попадать в такие вот ситуации нелепые. Ну, знаете, вообще проблема государственного управления культурой, или точнее культуркой, как они ее называют, это отдельная история, это действительно иногда приводит к таким анекдотичным последствиям. Можно, конечно, взять и поставить этот гимн на ускоренное воспроизведение. Вот, я там не знаю, насколько это соответствует, так сказать, уважению к символам российского государства, в кавычках. Но в любом случае, ну, это просто действительно карикатура. Это карикатура, это карикатура на, как бы, советские какие-то правила управления, управлением культуры. То есть, ну, в общем, это все из серии анекдотов. Кадыров это сам по себе, если, конечно, не иметь в виду, что это человек кровавый убийца, он, конечно, тоже фигура достаточно карикатурная, сатирическая, с его, там, несметными богатствами, с его непотизмом, когда он расставил практически всех своих детей, расставил на ключевые посты государства. Это, безусловно, карикатурная фигура, хотя и очень-очень кровавая. Игорь Александрович, спасибо большое за этот разговор. Как всегда, приятно с вами беседовать, и как вы расставляете акценты, да. И вот последнее то, что сказал Ауд Кадыров, хочу еще вспомнить, потому что он это мотивировало чем? Потому что музыка не соответствует чеченскому менталитету. Вот, что это и куда это, тоже сложно понять. Спасибо вам большое. Спасибо. Нагадаю нашим вещам, з нами был официальный журналист Игорь Яковенко.